Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! из мертвых, смертью смерть поправ, Исущего гроба живот даровал. Господи, просим Тебя, благослови наши занятия. Не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами в этот вечер, сохрани нас в единомыслии и согласии по Слову Твоему. Тебе же честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 1672. После Второй мировой войны многие перестали верить в Бога, так как не могли объяснить себе, почему Он допустил такое, почему Бог допускает смерть детей, чудовищные войны, природные катаклизмы. Если желающие ответить до чтения ответов отца Максима Козлова и Игнатий Ханчалапкина, пожалуйста. Сложный такой вопрос, да? Давайте тогда читать ответ. Так, ну вот пошли ответы. Мы горшки, а он горшечник. Резонно. Кто ты, глина, что споришь с горшечником? Да, он творец, он решил, что ему этот горшок не понравился, он осмел, новый слепил. Ну а люди не перестали верить в Бога, видимо уже не верили. Если человек уверовал, как он может перестать верить? Далеки от веры были? Ну, они верили в Бога, но представляли его таким вот, ну вот такая категория любвисты, что Бог есть любовь, вот, а это какой-то вот, разве может Бог такое допустить? Ну вот, Наталья, да, по грехам народа, это самое лучшее, как бы, Бог пропускает войны. Народ грешил и Бог, чтобы его исправить, пропускает войны. Как говорят, беда до порога, мы до Бога. Надо учитывать состояние людей до войны. Чем они занимались? Грешили, гневили Бога. Очень много примеров на израильском народе показывает Господь. Пока они чтут Бога, все прекрасно, и Господь говорит, я дам вам все. Только они начинают поклоняться чужим Богам, Господь их через войны смиряет, в плен отдает все. Молитва очи наш, да будет воля твоя, или с этим соглашаешься, веруешь, или тогда все на свой ват переименовываешь. То есть, этот вопрос задается, как бы, ну, так-то, аризонно тоже. Но почему же Бог допускает? Разве не мог он? Он милостивый, он все это допустил. Зачем? Для чего? Как человеку объяснить? И они не хотят верить в такого Бога, который Бог наказывает. Им нужен Бог, который только вот любую их просьбу выполняет, как в сказке о золотой рыбке. Ну что, читаем тогда ответ. Ответ отца Максима Козлова. Начнем с того, что на этот вопрос ни в каком другом мировоззрении, кроме христианского, по сути дела, ответа нет. Любой нехристианский ответ сводится либо к констатации, что раз такое есть, то по-другому и быть не может. Либо к безнадежному упованию, что вместе с прогрессом наступят времена, когда не будет ни войн, ни болезней, и человечество откроет тайны неведомой ныне продолжительности жизни и развития способностей. Либо это, пожалуй, высшее, к чему поднялась нехристианская мысль у стойков, что раз человеку даны всего две возможности, как у привязанной к телеге собаки, или бежать за ней, или если не можешь бежать, тащиться вслед, обдирая бока по камням, то все объясняется только фатумом, влекущим нас в неизвестное. Ответ, который на этот вопрос дает евангельское благовестие, сводится к одному очень решительному утверждению. Да, в мире есть вошедшие в него с грехом болезни, катаклизмы, войны, непонятная и невместимая человеческим разумом жестокость и несправедливость. Но в этот ужасающий мир ради его спасения пришел не ангел, не пророк, не учитель нравственности, а ставший частью этого мира Бог. Это и есть сердцевина нашей веры. Бог стал частью этого мира, совершенно тождественной нам, чтобы его изнутри переродить. И поэтому мы знаем, что нет слезы младенца, которая не была бы отерта в Царстве Небесном. Нет горя, которое не было бы избыто и побеждено, когда человек в конце своего пути встретит Христа. Нет ничего несправедливого, неоправдавшегося, не реализованного, что не было бы восполнено там, где Бог будет. Да будет Бог все во всем. 1 Коринфянам 15.28 И это единственный истинный ответ, ведь спаситель пришел в наш мир для того, чтобы, разделив с нами весь этот ужас и всю эту скорбь, преобразить его изнутри. А не для того, чтобы переключить кнопки и перенастроить программу, и все стало бы правильным, как Windows 98. Ну, вот во свете ответа отца Максима, кто может быть порассуждать. Ну, вот Наталья нам написала. Плотские люди не могут видеть любовь Божью, поэтому и ропщут на Бога. А еще не было проповедников. В Кремленном 10 глава 14-15 стих. «Но как призывать того, в кого не уверовали, и как веровать в того, о ком не слыхали, и как слышать без проповедующего, и как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовестующих мир, благовестующих благое». По ответу отца Максима, кто может быть не согласен или что-то хочет, свое мнение по этому поводу выразить еще. В свете того, как он ответил. Согласны с ответом? Ну, давайте ответ Игнать Тихоновича почитаем. «Почему же батюшки так упорно идут на сокрытие Слова Божия? Это у них уж где-то на подсознательном генетическом уровне заложено с самых древних времен, что Слово Господне мешает им, не дает им утвердиться в сознании народа, как лидерам оракула». Идолы. Об этом идолотворчестве говорил еще Василий Великий, что если священник не проповедует, то он превращается в идола, ибо так же позлощен и так же безгласен. А уж то, что наши батюшки безгласны, это видно из того, что на саму патриархийную церковь наложено клеймо «Великая молчальница». Выходят попы молча, молча стоят и молча уходятся ван сцены. Иногда их таких молчанов до нескольких десятков возле главного идола молчанова с жезлом. И выходит, что не так уж и неправы сектанты, когда они называют нас идолопоклонниками. Но они, правда, так обзывают нас за иконопочитание неумеренно изращенное, ничем не отличающееся от идолопоклонства древнего и нового. Блаженный же Иероним заходит еще дальше в определении того, кем становится священник, если он не проповедует и живет не по Евангелию. Это есть антихрист. И мы все, кому престол готовим, если глупости изучаем по семинариям и академиям, мы придумаем разные степени в богословии кандидаты, магистры, профессора и доктора, зыгнившие в духовных немощах. Не наши ли кирпичики в фундамент престола антихриста будут благоухать по православному, если судить нас по Иерониму? Они любят Попы Библию и не цитируют ее, как обычно делал наш Господь. Этот проповедник без цитации Библии ни шагу не хотел вступить по Палестине. И Павел, бывший раввин, цитату за цитатой, особенно когда хотел что-то доказать своим единокровным иудеям. Но этот пример не для православных. Это уж пусть сектанты и еретики разновастные цитируют Библию и к ней обращаются как к авторитету и корежат Библию своими лжемудрованиями. А наши батюшки будут придумывать, как депутаты Черномырдин или Афанасьев, разные новые слова выкрутасы. Так вот и здесь господин Козлов изрек о Боге. Бог стал частью этого мира. Какой частью? И откуда это он вычитал? Никак своровал от Булгакова или от Флоренского или от Аввакума даже и не сообразишь со своим строительным образованием. Пророк Иеремия 23.30 Такие умные, такие важные, большие, несиеминутные, а далеко простирающиеся по последствиям вопросы задают маститому богослову. А он их через эти чудесные вопросы не ведет прямо к Богу, а все вокруг своей семинарии крутит. Да что же делается на Руси и доколе? Да про войну Библия переполнена, только открывая и читая, чтобы люди поняли замысел Божий, а не наши глупости. Чтобы Бог был все и во всем, а не частью этого мира. Только слово война встречается в Библии 225 раз, а воевать еще 111 раз. Да под разными другими словами, как ссориться, сражение, сражаться, многие сотни. И ни одного слова козлов не берет, чтобы донести до совопросников. Почему? Повторяю, что ответов несколько, но главные остаются только два. Во-первых, не знают, самое прозаическое незнание, неверие в Слово Божие у попов. Почти у всех в православии. Во-вторых, они интуитивно чувствуют, что если установят авторитет священного писания, то их ложный поповский авторитет будет неизвернут. И из идолов, и из антихристов они могут превратиться в заурядных попиков, стоящих с дымовой завесой. Сними-ка одежки с них, и останутся они просто пугалом на огороде, как Илагин говорит. И сатана это отлично знает. Но со Словом Божиим священники непобедимые воины Христа, несокрушимые защитники Церкви Христовой, бойцы Иеговы и Господа Савауфа. Людям же, задавшим вопрос о войне, нужно прочесть хотя бы два места из Библии. И первую главу пророка Исаии. За грехи и за отступление от Бога будет это на нас. Левитам 26 глава 17 стих. Обращу лице мое на вас, и пойдете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Прок Исайя 1.5. Во что вас бить еще продолжающие свое упорство, вся голова в язлах, в язлах, и все сердце исчахло. Дайте же живое слово людям, батюшки. Псалом 118-111. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Вы чрезвычайно нехорошо делаете, что не даете людям соприкоснуться напрямую со словом Божиим. Зачем нужна эта мутная прокладка между Богом и людьми из ваших заумных мыслей? Да, Псалом 118-111 стих, конечно, не 111. 2 Петра 1.19 И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Перед кем вы куражитесь? У верующих не иное, что течет из сердца, а то, что они вкушали. И не от византийщины и образованщины, а от Писания Божия. Псалом 118-105 стих. Слово Твое, светильник ноге моей, и свет стыде моей. Когда вам это говоришь, вы только злитесь в ответ. Вы даже не понимаете, чего от вас хотят. И злитесь, и дымитесь ненавистью к говорящим вам истину. Остановитесь и не противьтесь Богу, чтобы Он не перехлистал вас опять, как было совсем-совсем недавно. Отодвиньте свои благоутробия, дайте место Богу в жизни людей. Пусть Бог царствует в жизни прихожан ваших, а не вы со своими глупостями академическими. Вы ведь там за 10 лет не выучили наизусть ни одной книги Библии. Почему мне, печнику, это надо, а вам не нужно? Я, может быть, специально говорю вам так открыто, а значит и очень обидно для вас. Говорю не в изысканной форме, чтобы добраться до ваших сердец, скрытых за жирным покоем, за безмерной кормушкой вашей, чтобы достать наконец-то вас. Может быть, хотя кого-то заденет, вы же страшно ревнивые к славе своей Поповской. И может, кого-то заденет, да, безразмерные. И может, кого-то заденет за живое, и он потянется за защитой чести и достоинства Поповского. А вот бы выйти с вами в суд и доказать, что вы богопротивники, враги Библии. Я уже не раз думал об этом. Вот где открылась бы зияющая пустота вашей жизни. Это вы хорохоритесь только перед бабками. А на деле-то пшик один будет, если вы вылезете по этому вопросу. Но вас ничем не прошибить. Вам бы только деньги, деньги и еще раз деньги. Хорошо о вас говорил Хризастон Вильюнский, а тогда еще Иркутский Левитин Краснов вывел, что главное у церкви православной сегодня трусость и корысть. Корысть и трусость. Вот ваш лозунг. И потому будет еще война, и будем еще морями... Звук пропал. Сергей, посмотрите звук. По нулям. Дальше. Спасибо. Спасибо. Сергей вышел, может нам тоже надо выйти всем, чтобы он потом включил нас. Подождем, наверное, сейчас он подключится сам. Продолжение следует... Сергей, как слышишь? Продолжение следует... 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 какой вопрос то был номер никто не помнит у меня сейчас слышно я слышу меня вызвала интернет был плохой сожалению продолжим вам бы только деньги деньги еще раз деньги хорошо вас говорил хризастом вильюцкий а тогда еще иркутский левитин краснов вывел что главного церкви православная сегодня трусость и корысть корысть и трусость вот ваш лозунг и потому будет еще война и потому будет еще война и будем еще морями хлебать кровушку за ваш гнилой патриотизм за оправдание войн за благословение на в кавычках подвиги антинародным режимом вы прислужники любой власти вас никакой чингисхан не тронет с вашими ярлыками и война будет снова ей нельзя не быть так как вы своим потворствованием в горите народ к войне люди плывут во грехах народ не знает бога а знает ваши благоутробия идет к вам ибо у вас власть царствовать подменив истину ложью вы сокращаете что угодно даже проповедь даже устраняете библию из-за пихода богослужения же для проповеди сократить боитесь потому что она главным стало с первого дня христианство на руси нужно же жертвовать всем ради пробуждения народа через евангельскую проповедь только слово обратитесь встречается в библии 365 раз на каждый день в году нам этого мало нам говорят что библия скучная книга если начнем обращаться к богу тогда он будет не частью нашей жизни евангелие тайна 7 38 кто верует в меня у того как сказано в писании из чрева потекут реки воды живой филиппийцам 3 8 да и все почитают счетую ради превосходства познания христа иисуса господа моего для него я от всего отказался и все почитаю засор чтобы приобрести христа малахия 3 11 я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих говорит господь савауф подробно о войне сказано далее и в нашей книге к истинному православию в главе а я говорю вам любите врагов ваш вещать об этом мало толку и так помоев хоть топись но есть порода лиса волки лисою вверх а волкам вниз напрасно их искать повесим служаки скоком не догнать уга у каждого наград на персях по пальцам не пересчитать они на многое способны елейных глаз остерегись беда еще плодят подобных самих себе волков и лис кого за стол кого на плаху пред всеми исполняют долг и горе горькое монахом когда над ними лиса волк мы не завидуем их званием и жалко если не поймут что топанье и приседания на небеса не приведут ветрова и романах роман вот такой вот ответ что винить то не бога нужно в том что воины и невинные дети погибают а народ который грешит а грешит потому что не учат папы вот и кровь замокнулся вопрос давайте дальше другой вопрос согласно с этим вот может кто-то возразить хочет по прочитанному нет ни у кого ничего давайте идем дальше вопрос 1673 каждый день в газетах пишут что на церковь тратятся большие деньги ох в чем же выражается христианское нестяжательство ну вот о деньгах вопрос предыдущий ответ трусости корысть корысть да это понятно вот здесь вот такой еще вопрос христианском нестяжательстве тем более сегодня все открыто в интернете и видно какие дворцы и машины в священном начале и конечно народ резонно задают такие вопросы если вы учите нестяжательности почему у вас такие дворцы и такое такие траты сегодня христианское нестяжательство просто ничего нету красивые слова и просто не встречаешь реально достижательность эхо да нет нормально слышно не знаю жаловаться что эхо от тебя Вячеслав так это эхо у кого то из колонок у меня нет эхо нормально все это значит у вас от вас идет если для вас нет эхо я потише буду потише так нормально меня слышно да хорошо слышно все отлично так нормально ага ага я просто подальше сделал ну мне кажется здесь вот реально вот ну кто в жизни встречал реально нестяжательного человека ну вот ладно не считая Игнатия Тихоновича вот кто то встречал мне кажется ну это очень очень редко и вообще не среди священства вообще не в этой среде ну я встречал кроме Игнатия Тихоновича наш епископ Ивтихий Курочкин ну вот я так и знал что его назовут вот в чем в чем а в этом его Сталин тоже нестяжательный был кто? Сталин иисус 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 иисус? да да ну чего чего у него это было но он же не христианин был ну да сколько я понимаю а вот у протестантов у них прям если ты бедный значит бога с тобой нет бога это богатство то есть успех них вот такое мнение если ты богатый благодари бога а если бедный значит значит и грешник это у них зиму земное царствие получается да они не не берут во внимание слова если только в этой жизни надеешься на христа то ты несчастнее всех человеков то есть им бог нужен только для того чтобы он им помогал вот в этой земной жизни развиваться и то же самое что у мусульман то же самое то и православных тоже самое батюшка нам говорит читал там какая-то книга отзывов было или что ли какая-то и люди туда вписали свои просьбы молитвенные нужды и 1 2 духовные были то остальные все материального плоском ну вот наталья говорит это у всех пишет вот но вот давайте интересно что уже на это как выкручивается отец максимум думал выкручиваться бы ты они читал его ответы и так договаривались но чувствую что он сейчас будет юлить вот он ответ государства на церковь деньги не тратит ну вот и гнать тихо не сразу это выделяет жирно и на это будет потом его комментарии а если сегодня церкви что-то и возвращается то давно украденное и доставшиеся грязи государству это естественный этический принцип которые правда очень умеренных формах начала сейчас в нашей государственной жизни как-то учитываться ведь понятно что наследник вора должен вернуть хотя бы часть награбленного тому у кого было украдено но сегодня возвращается лишь мизерная часть церковного достояния как если бы стащили ризу украшенную каменями а вернули кусочек ткани на заплатке а те церковные здания которые снова передаются церкви находятся в таком состоянии что никто другой их не берет когда же дело касается музея строится сергиевой лавры новодевичьего монастыря андрониковского монастыря или других известных памятников архитектуры то несмотря на все бесконечные переговоры и договоры его сыны не там так что говорить о государственных деньгах которые тратились бы на нужды церкви сегодня вряд ли приходится и в этом смысле можно лишь порадоваться тому что мэр москвы проявляет достаточную инициативу чтобы организовать крупный и средний московский бизнес не только на строительство кольцевой дороги или проведение юношеской спортивной олимпиады но и возведение нашей всероссийской святыни храма христа спасителя вот такой вот ответик но это в каком году был данен ответа сейчас уже мэр поменялся видимо время то прошло и до святыня рассмешил знал бы ты какая там святыня что там творится ну что читаем ответ игнатия тихоновича народу не выдают зарплату пенсии а на предприятие наложили определенную сумму чтобы очищать отчисляли на строительство епархии монастырей есть это и в очень больших размерах я лично беседовал с директорами крупнейших заводов к опять сергей не шутка а а а такие и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...